Перспектива военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами. Сегодня в центре внимания президента. Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород, где в эти минуты проводит заседание профильной комиссии. По словам главы государства, портфель экспортных заказов на российские вооружения и военную технику растет и превысил 56 миллиардов долларов. Ранее сегодня президент посетил новый завод, который входит в концерн «Алмаз-Антей». Это предприятие выпускает в том числе средства зенитных ракетных систем С-400 и С-500. Все подробности в репортаже Олега Шишкина. Новый терминал Нижегородского аэропорта Стригина рассчитан на полтора миллиона пассажиров в год. Он построен в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Аэропорт Стригина один из старейших в России. Первый регулярный рейс по маршруту Москва-Нижний Новгород был выполнен еще в 1923 году. В небо тогда поднимались самолеты Илья Муромец. С тех пор аэропорт расширяли, перестраивали не раз, но самая масштабная реконструкция началась два года назад. В конце прошлого года аэропорт заработал в тестовом режиме. Здесь принимают все внутренние рейсы. Начало международных полетов, как доложили президенту, запланировано на весной этого года. По проекту рядом с терминалом появится и станция высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Нижний Новгород-Казань. По расчетам добраться из центра столицы до Нижегородского аэропорта можно будет всего за 90 минут. Вы реконструируете вторую полосу, да? Вот на нее 5,4 миллиарда валюты и плюс еще на что? Не только. Это также дополнительные места парковок самолетов. В итоге в пиковой всего будет 27, но еще 30 мы можем в период проведения чемпионата мира разместить на второй взлетно-посадочной полосе. Работать на одно с тем, чтобы увеличить пропускную способность. Также это рулежные дорожки, и светосигнальные, и радионавиационные парковки. Но сейчас действующую полосу вы реконструировать собираетесь? Нет, она не может быть. Она в нормативном состоянии. И вот, кстати, четырехполосная дорога тоже будет построена в чемпионатах. Аэропорт сбежащей станции метро. Успеете? Успеете. После осмотра терминала президент отправился на Нижегородский завод 70-летия Победы. Это военное предприятие входит в состав концерна «Алмаз-Антей». Строительство завода началось в 2011 году, и уже в конце прошлого года его цеха снастили оборудованием. Завод выпускает зенитные ракетные системы С-400, С-500, Витязь и военные радиолокационные комплексы. Эксперты говорят, что на этом предприятии применены все инновации в области машиностроения. Сейчас в четырех корпусах трудится всего 1300 работников. Дело в том, что за производственный процесс почти полностью отвечает автоматика, и участие человека сведено к минимуму. На предприятии отказались от бумажного документа оборота. Вся информация исключительно в электронном виде. За счет оптимизации сокращены сроки выпуска продукции. Финальная сборка, проверка и тестирование изделий проходят на испытательных стендах в цехах, без отправки техники на полигоны. На заводе молодой трудовой коллектив. Средний возраст сотрудников 35 лет. Владимир Путин поздравил рабочих с запуском предприятия. В структуре одного из наших ведущих комплексов обороны промышленных появилось новое предприятие, наряду с еще двумя, в Кире и в Петербурге, которые, безусловно, без всякого преувеличения не могут не вызывать гордости за российское машиностроение. Почему я говорю за машиностроение? Потому что, создавая эти заводы, мы восстанавливали и восстановили компетенцию в строительстве машиностроительных заводов вообще. В принципе. Ну и, конечно, начинка, она выше всяких похвалок. Владимир Путин объяснил и необходимость возведения нового завода. В том числе делали это и потому, что имевшиеся у нас предприятия не справлялись уже с объемом заказов, в том числе по экспорту. Стало ясно, что работавшие, функционировавшиеся у нас предприятия не могут обеспечить тот объем заказа, который у нас возник, в том числе и по экспорту. Это нашим контрактом, поскольку пользуется очень большой популярностью в силу своей надежности и эффективности. На заводе президенту показали и две так называемые климатические камеры с диапазоном температур от минус 70 до плюс 70 градусов. В этих камерах проходит испытание техника. Главе государства продемонстрировали возможности так называемой безэховой камеры. Она используется для настройки антенных систем. Гендиректор концерна Алмаз-Антея вручил президенту символический подарок – ключ от неба. Это точная копия ключа для запуска радиолокационной станции «Небо-М», которая используется, например, системами С-300. На Нижегородском заводе 70-летия Победы президент открыл заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами. Заседание продолжается и в эти минуты. Олег Шишкин, Кирилл Злотов, Екатерина Ировенко, Первый канал.